Иисус на суде Пилата Вот здесь уже начинается гражданский суд И целью гражданского суда было установить вину Иисуса С целью вынесения официального римского смертного приговора Давайте как бы разграничим Еврейский Синедрион мог предложить Пилату В данном случае вынести обвинительный приговор С применением смертной казни Но богохульство с точки зрения Пилата было пустым звуком Потому что за богохульство Хотя он подлежал смерти в рамках Синедриона И его постановлений И Торы Однако поскольку власть в стране была римская А не еврейская С точки зрения Пилата это был пустой звук Произнести слова богохульства В отношении еврейского бога Который они и так Пилат и так считал, что его не существует Абсолютно ничего не значило Поэтому единственной поводом Или единственной причиной По которой Пилат мог в принципе Осудить еврея Или кого-либо другого Это было обвинение в мятеже Или в заговоре против Рима Два правила из римского законодательства Которые всегда неуклонно соблюдались Суд должен был быть публичным И суд должен был начаться свидетельство Обвинения против Рима То есть, если еврейский суд Начинался с свидетельства Защиты обвиняемого То римский суд всегда начинался С свидетельства обвинения Против обвиняемого В том, что он должен или хотел Был сотворить против Рима Но основной свидетель обвинения Иуда был уже мертв Поэтому тут надо было находить какие-то другие пути. Теперь давайте немножко пару слов о Пилате, потому что это важно. Он родился в Испании, которая в это время была естественно римской провинцией и служил прокуратором Иудеи с 1926 по 1936 год, то есть больше 10 лет. Его каденция или время, его служение было самой долгой в этой провинции во все время римского владычества в Иудее. Суд приблизительно выпадает на плюс-минус 30-й год нашей эры, то есть как раз на середину его правления. Он был известен своим твердым и жестоким характером. Итак, Иисуса приводят к дому Пилату и процесс начинается естественно с вопроса о том, в чем же вина этого человека. Здесь он говорит, отказывается судить, выслушав обвинение, он говорит, берите и судите его сами по своим законам, как бы говоря им, вы можете делать с ним все, что хотите, но убить вы его не можете, потому что я не вижу в его поступках ничего против Рима. Мы видим, в Евангелии от Иоанна Пилат сказал им, возьмите его и вы, и по закону вашему судите, это Иоанн 18.31. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. То есть на самом деле они говорят ему, как он должен его осудить еще до вынесения приговора. Да, сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Тогда Пилат опять пошел в притворию, прозвал Иисуса и говорит ему, ты царь иудейский. Естественно, когда он задает ему вопрос, царь иудейский, его меньше всего интересует, является ли он иудейским царем в смысле религиозным. Это для него нонсенс. Ему важно, является ли он царем иудейским, ведь император царь иудейский. Поэтому вопрос на самом деле звучит конкретно, ты что, хочешь заместить римскую власть на власть евреев? Иисус говорит, от себя ли ты это говоришь, или другие мне сказали о тебе? То есть Иисус не нарывается на казнь, он не препятствует ей, что он понимает, ибо так надежит исполниться всякой праведности Божией, но тем не менее он не является мазохистом. И он говорит, ну ты от себя или это тебе на самом деле подсказали? Пилат говорит, что я иудей, я твой народ, и правосвященники предали меня тебе. Тогда Иисус говорит, царство мое не от мира сего, если бы царство было от мира, то были бы служители мои, подвязались бы за мною, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Пилат не понимает, и он говорит, и так, ты царь, Иисус говорит, ты говоришь, что я царь, я на то родился, я на то пришел в мир. Ну и дальше знаменитое, что есть истина. Суть не в этом. Суть в том, что после всех этих разговоров, которые, в общем-то, являются перекидыванием из пустого в порожнее, ты есть царь, с точки зрения Пилата, я не царь, ты есть царь иудейский, я царь не от мира, всего для Пилата он, видимо, думает, что он имеет дело с одним из безумных, которые не дорожат своей жизнью, или уже пророкам, он говорит, занимайтесь им сами, у меня нет желания заниматься этим человеком, на что они опять возвращают, говорит, распятие вообще было не еврейской казни. То есть евреи не занимались этим, евреям не разрешено было человека распинать, распинать могли только римляне. Евреи, в принципе, могли только побывать камнями, но мы знаем из истории, что римляне лишили Синедрион права вынесения смертного приговора за 40 лет до разрушения храма. Теперь храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Если мы вычтем 40 лет, получается приблизительно 30-й год. Иными словами, римляне запретили евреям приводить в исполнение смертные приговоры практически за полгода, плюс-минус 5-6 месяцев до смерти Иисуса. Случись все, что мы читаем здесь описанное, за полгода до этого, то никто бы не спрашивал разрешения у Кесаря, никто бы не спрашивал разрешения у Пилата, его просто побили бы камнями и ни в коем случае не распяли. Но если бы его побили камнями, то его очень просто было бы объявить лжа пророком, потому что Иисус пророчествовал о том, что он умрет на дереве, он будет распят. А поскольку он был бы не распят, то таким случаем было бы очень просто поступить. Но здесь у них не было другого выхода, они должны были отдать его на распятие, а распятие могло быть только функцией римского правителя. Теперь он не провозглашает себя царем, но тем не менее, с точки зрения, как представляется это евреями, представляется Пилат, он да, провозглашает себя царем, и таким образом является альтернативой Цезаря. И в принципе, теперь у Пилата появляется некоторое основание начать дознание, но он решает вопрос очень хитро, и он говорит, а я не хочу этим заниматься, поскольку он в любом случае не находит в нем вины по римскому законодательству, и он решает его переадресовать Ироду Антипе, который в это время тоже находился в Иерусалиме. Теперь давайте несколько слов об Ироде. Кто такой Ирод? Это не Ирод Великий, это Ирод Антипа, он сын, сын, я прошу прощения, он сын Ирода Великого, который пытался убить Иисуса, ну, мы знаем, когда он приказал зарезать всех младенцев до двухлетнего возраста. Но Антипа был тот человек, который приказал обезглавить Иоанна Крестителя, он много слышал о чудесах Иисуса, и сейчас хотел увидеть эти чудеса. У него замечательное настроение, он небольшой поклонник Пилата, хотя мы читаем здесь, что после того они восстановили свои дружеские отношения, вот на крови, можно сказать, Господа. Они приспособились давно, когда Пилат только пришел в Иерусалим, и он решил утверждать там римскую власть очень серьезную. И он первый раз вывесил на стенах Иерусалима римские щиты, на которых были изображены римские боги. Ну, и вспыхнуло восстание, погибло очень много иудеев. Иерат, понимая причину восстания, попросил Пилата снять щиты, и тот отказался. Тогда Иерат написал письмо в римский сенат, и они приказали Пилату снять щиты. Это было унижением, естественно, для Пилата. Таким образом, у них были достаточно сложные отношения, и Иерат со своими овенами, уничижив его, насмеявшись, одел его в светлую одежду и отослал его обратно к Пилату. Мы видим здесь абсолютную нерешимость и со стороны Иерата, и со стороны Пилата, как бы приводить приговор в исполнение, потому что приговора-то еще нет. Я не скажу, что в их жизни действовала совесть, как основной мотив, но тем не менее, было совершенно очевидно, что это странствующий Рааф с их точки зрения, который учит чему-то, и который, по сути своей, не угрожает государству римскому как таковому вообще, иудеи в частности. И они уходят от Ирода Антипы, его приводят опять к Пилату, и здесь начинается второй суд. Пилат продолжает искать возможность отпустить его. Нам трудно сказать, что было мотивацией для Пилата в данном случае, нежелание отпустить от Иисуса, или презрение, которое он испытывал к еврейским первосвященникам. Существует очень много работ, написанных по этому поводу, которые представляют Пилата скорее человеком безучастным к жизни Иисуса и его смерти, и скорее нежелающим его казнить не из-за любви к Иисусу, и не из-за приверженности даже его жены, которая в церковной традиции называется Клавдией, которая говорит, не делая этому человеку зла, а скорее просто его нелюбовью очень серьезной к еврейским первосвященникам, которые тоже не любили его, и мы прочитаем буквально сейчас, они начинают его шантажировать даже. И тогда Пилат предлагает им отпустить Иисуса, он находит какой-то трюк, и он предлагает им отпустить Вараву. Варава это не имя, Бар это по-арамейски значит, Сын Аба это отец, то есть Сын Отца, Сын Отца, из внебиблейских источников, мы узнаем, что этого человека звали, тоже Ишуа, как и Иисуса, Бараба, то есть или Ишуа, Сын Отца, это достаточно символическое, что разбойника, которого отпустили, звали Иисус Сын Отца, хотя, опять-таки, это небиблейские источники, мы не будем на это полагаться, однако, Пилат делает еще одну попытку путем компромисса, он понимает, что не получится ситуация отпустить кого-то друга, и он говорит, окей, он отдает Иисуса бичевать, вообще бичевание Иисуса это очень тяжелый момент его жизни, очень часто на картинах на кресте Иисуса рисуют, человеком практически, у которого капля крови здесь-здесь, но надо понимать, что римское бичевание, это была серьезная вещь, рукоять плети, как правило, была из дерева или из кожи, а вот длина кнута или бича, она была таким образом сделана, что он напоясывал тело несколько раз, причем, кто был в музеях, в Лондонском музее, есть, например, поразительные вещи, вот с того Востока, или даже в Иерусалимском музее, эти бичи, в них вплетались осколки камней или стекла, и я думал, ну это какие-нибудь маленькие осколки, на самом деле, они могли быть диаметром до 3-4 сантиметров, камни, тяжеленные камни, и такими узлами они завязывались по всей длине бича, и у них было еще несколько языков, у этих плетей, естественно, что тяжелее всего было перенести это бичевание, бичевание была страшная вещь, практически у человека, который перенес бичевание, шансов, вот такое бичевание, таким бичом, шансов выжить у него не было, мы знаем, что Павла, когда хотели растянуть на лавке и бичевать его, при всей его смелости, при всей его самоотверженности, он сказал, так-то вы собираетесь поступать с римским гражданином, вот, и то есть это было очень серьезное, чудовищное издевательство, которое, в общем-то, находится в контексте обетования, которое есть в Исаии с 52 главы 13 стиха до 53-12, то почти всякого человека, был лик его обезображен, то есть есть чудовищное издевательство, ну и в конечном итоге, на него еще одевают корону, из тернового венца, венок этот из колючек, в общем-то, это еще одно издевательство до распятия, ну, Пилат решает, что этого достаточно, Пилат решает, что этого достаточно, как бы нет никакого смысла дальше издеваться, или убивать его, и он делает еще одну, может быть, самую последнюю попытку, его освободить, четвертый раз, но толпа требует его распятия, которое будет невозможным, без официального приговора прокуратора, здесь они больше даже не обвиняют его в мятеже, уже вообще суд перешел в ту стадию, когда никого не интересует, кто в чем виноват, и за что можно судить, они ему просто требуют его смерти, потому что он называл себя сыном Бога, Пилат должен его допросить по этому поводу, Иисус отказывается отвечать, Иисус говорит, что все власть дается свыше, но вина тех, кто отдал его в руки прокуратора, высшей вины, которая есть на самом прокураторе, здесь Пилат опять пытается отпустить его, но иудейские власти, или первосвященники, они применяют очень хитрый ход, они говорят ему, а, тогда мы скажем, что ты не друг Цезаря, их слова, похоже, начинают иметь влияние на Пилата, потому что это очень больной момент, или болезненный момент в его отношениях с Цезарем, ну и дело, наверное, вот в чем, Пилат получил свое назначение на этот пост, при помощи своего друга Сагениуса, который был капитаном охраны при Тории, но впоследствии Сагениус был обвинен в том, что он был одним из организаторов заговора, был или не было, неважно, но его обвинили в том, что он был организатором заговора против императора Тиберия, и в конечном итоге его казнили, в ходе следствия для Пилата было более чем нежелательно, чтобы факт о том, каким образом он получил свою должность, выплыл на поверхность, поэтому вот это вот обвинение, ты не друг Цезаря, уже они, по-моему, угрозы переходят в плоскость, когда касается его личной жизни, и все-таки как бы на последних своей попытке он его выводит к народу, и прогласив его царев в иудеев, он говорит, ну вот вам ваш царь иудейский, и они кричат, нету, вот припадки патриотизма, я даже не знаю, как это назвать, лже-патриотизмом, потому что никто из иудеев не любил Кесаря, но здесь это вот духовная, серьезная духовная проблема, все кричат, или по крайней мере часть из присутствующих, часть из присутствующих на площади, может быть большая часть неизвестная, кричит, нет, у нас никакого другого царя, кроме Кесаря, кроме Кесаря, и Пилат умывает руки, знаменитое его умывание рук, что естественно не освобождает его точно так же от виновности в распятии, потому что как бы иудеи не способствовали распятию Иисуса, все-таки формально тот, кто вынес приговор, был не еврей, а был римлянин, никто не снимает и вины с той всех евреев, которые требовали, однако формально приговор о его распятии и реализацию этого приговора была сделана римлянами, что в общем-то в принципе ничего удивительного нету, ибо Иисус умер не только за грехи евреев, и не только из-за евреев, если бы он умер только из-за евреев, и только из-за грехов евреев, то тогда и спасение, и покаяние было бы только для евреев, и только за грехи евреев, а поскольку он умер за весь мир, то очень важно, что вот тут вот есть сотрудничество, вот я вот скажу так в скобках, сотрудничество грехов евреев и грехов неевреев, и евреев и римлян, римляне представляли в тот момент самую могущественную языческую нацию, и в общем-то, если подытожить, кто послал Иисуса на смерть, это были наши с вами грехи, и еврейские, и нееврейские, и по сути своей нет еврейских и нееврейских грехов, есть грех, грех один, который вошел в этот мир через Адама, и который искуплен полностью нашим Господом. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ну и пятница между шестью и девятью утрами, когда все уже на самом деле закончено, вся римская когорта продолжает над ним издеваться. Матфея, 27 глава, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову, дали ему в правую руку трость, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский, и плевали на него, взяв трость, били его по голове. Знаете, очень трудно, вообще говоря, представить, что должен испытывать праведник, когда он знает, что он страдает не за свои грехи, более того, который одним своим словом может испепелить и уничтожить всех тех, которые вот перед ним, и этого не делают. Это очень сложное и непостижимое для грешных людей чувство, потому что мы сами можем быть конкретно невиновны в каком-то одном грехе, но в нас наступает так называемый эффект торможения при обвинении нас в этом грехе, пусть невинно, мы его не делали, мы знаем, что мы виновны в других грехах. А вот что чувствует человек, который знает, что он невиновен не только в этом грехе, а невиновен вообще ни в каких грехах, и он попадает в руки тех, которые, да, грешники, и которые издеваются на них, и которых он мог бы уничтожить. Вот это вот есть великое таинство, которое на самом деле только один Господь знает. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.